Здравствуйте! Приветствую вас на канале Горячая Новость. Диденко Екатерина Блок. Диденко Екатерина. Сухой лёд. Диденко Блок. Диденко расколола общество. Друзья, то что произошло в сауне на дне рождения у аптечного ревизора Екатерины Диденко расколола общество на две части. Кто-то жалеет Катю и даёт всяческие советы, чтобы максимально поддержать её. А кто-то винит случившимся и заявляет, что то, что произошло, было сделано чуть ли не ей и чуть ли не умышленно. Пользователи обратили внимание на то, что блогерша, называющая себя аптечным ревизором и рассказывающая о лекарствах, не знала об не совсем безопасных свойствах сухого льда. Кто-то в комментариях писал, ещё раз убеждаюсь в глупости блогеров. Всему учат, от всего лечат, а мозгов три горошины. Да уж, провизор, любительница похайповать, бегающая с пробирками, мензурками и разными красивыми баночками. И ещё один комментарий. Горе провизор не знала о свойствах сухого льда, пренебрегла возможностью предупредить гостей об этом. Пусть теперь живёт сознанием того, что своей беспечностью и попустительским отношением трёх человек уже не вернуть. Друзья, я лично тоже не понимаю, как можно было такого не знать. Вчера на странице Диденко я нашёл видео, где она хвалится, что у неё красный медицинский диплом. Показывают его. Также какая-то грамота, что она чуть ли не одна из лучших выпускниц этого учебного заведения. Как мне казалось, студенты высших медицинских учебных заведений должны изучать химию. И не поверхностно, а углубленно. И что происходит при взаимодействии сухого льда и воды, она просто не могла не знать. У неё красный диплом. Складывается впечатление, что он купленный. Но согласитесь, что если бы он достался ей честно, она бы не могла этого не знать. Ещё один момент. В интернете нашёл информацию, что её муж тоже как-то был связан с химией. То ли учился, то ли ещё что-то. Выходит, тоже должен был понимать, что он делает. Также он инструкцию читал до дня рождения. Хотя, судя по видео, про чтение инструкции почему-то у всех только смех вызывало. Чего смешного-то? Как бы там ни было, я на стороне тех людей, которые осуждают Катю. Не могла она не знать этого. А если не знала, что могут возникнуть такие последствия, то как достала этот красный диплом, если ты даже элементарного не понимаешь? На каком рынке купила? На создание материала уходит долгое время. А вам что бы поставить лайк? Секунда. Если вы хотите быть в курсе всех важных событий в социальной и политической сфере, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. А также оставляйте свои комментарии по теме, нам интересно любое мнение.